21 августа в рамках расширенного заседания районного совета народных депутатов выступил глава Жаревского района Тамбовской области Александр Быков с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации района. В решении вопросов местного значения за 2019 год. В своем докладе Александр Быков выделил то, что динамика развития сохранена, наблюдается рост основных показателей, недопущенное снижение уровня доходов населения, стабильно выплачивается заработная плата, все предприятия и учреждения района функционируют в рабочем режиме. Наряду с анализом итогов социально-экономического состояния района за предыдущий год намечены пути развития и точки роста на будущее. Особое внимание в докладе было уделено реализации национальных проектов на территории района, а также предложены способы решения задач, которые были ориентированы на указы президента Российской Федерации Владимира Путина и поручения главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по улучшению качества жизни наших граждан. Во время выступления были рассмотрены все направления развития – социальная, молодежная политика, образование, здравоохранение, спорт, культура и многие другие. В рамках национального проекта «Демография» были рассмотрены следующие моменты. Во-первых, весомый вклад в улучшение демографической ситуации в районе вносит реализация федеральных жилищных программ. За 2019 год в рамках подпрограммы «Молодежь. Доступное жилье» получили субсидии 8 семей и 6 семей получили выплаты по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Общая сумма социальных выплат из бюджета всех уровней составила около 16 миллионов рублей. Во-вторых, особое внимание уделяется участникам Великой Отечественной войны, в которых в районе проживает всего 21 человек, и каждый, кто нуждался в выплате на жилье, ее получил. Также Желинский район занимает лидирующие позиции по уровню среднемесячной заработной платы. Наибольшую среднемесячную заработную плату отмечена у работников отрасли сельского хозяйства – 52 520 рублей. Далее был рассмотрен национальный проект здравоохранения. В 2019 году программа государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи населению района выполнена полностью. И на 1 января 2020 года два врача являются участниками программы «Земский доктор» и получили выплаты в размере 1 миллион рублей. В результате проведения эффективной профориентационной работы среди выпускников школы района в медицинских вузах по целевым направлениям обучается 18 человек. Стоит отметить, что целью учения материально-технической базы учреждений и повышения качества предоставленных услуг населению района проведен капитальный ремонт детского отделения ТОКБУС Жерневская ЦРБ. Средства на проведение ремонта выделены из областного бюджета – 5,5 миллиона рублей. Следующим был освещен национальный проект развития физической культуры и спорта. Начнем с того, что в 2019 году Жерневский район включился в реализацию регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Можно отметить победы спортсменов в мото- и автоспорте. Наши юные дарования заняли второе место на чемпионате области по футболу. Девушки из секции по баскетболу вошли в топ-10 лучших команд России в рамках школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Также на территории района продолжилась работа по проведению мероприятий по оценке выполнения нормативного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам испытаний 174 человека получили знаки ГТО разного достоинства. Следующим направлением была рассмотрена молодежная политика. Для осуществления поставленных целей в данной области в районе ведется активная работа. Проводятся интеллектуальные игры «Росквиз». Организуется традиционное празднование Дня молодежи. Ежегодно проводится областной фестиваль молодых семей «Семейный пикник». Летний молодежный сезон закрывается мероприятием «Последний опен-эр лета». Работает районная молодежная лига КВН. Также молодежь района принимает активное участие в различных областных мероприятиях и форумах. Национальный проект образования. В системе общего образования Жеревского района в 2019 году продолжилась работа по созданию безопасных, комфортных и современных условий обучения. В Шпиковском филиале Жеревская СОЖ номер 2 отремонтирован спортивный блок. Приобретены спортивные оборудования и инвентарь. Созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом. Был освещен вопрос про горячее качественное питание. В общебразовательных учреждениях района обеспечена 100% доступность горячего питания для обучающихся. Охват в 2019 году составил 96,5% от общего количества школьников. В целях обеспечения доступности современного качественного образования 16 школьных автобусов осуществляет подвоз 370 обучающихся по 22 школьным маршрутам. Национальный проект развития культуры. Модернизация кинооборудования, техническое переоснащение кинозала кинотеатра «Мир» позволило вернуть массового зрителя в кинотеатр. А в 2019 году Межпоселенская центральная библиотека стала участницей конкурса в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2019-2024 году. По созданию модельных муниципальных библиотек и получила грант на сумму 10 миллионов рублей. Софинансирование из районного бюджета около 3 миллионов рублей. Отдельной важной темой является экономическое развитие. За прошедший год целевые показатели по производству зерна были выполнены на 85,1%. Причиной нисходящей динамики являются сложные климатические условия. Сельскохозяйственными организациями района получено 163,7 тысяч тонн зерна, воловой сбор сахарной свеклы составил 408,1 тысяч тонн, а воловой сбор подсолнечника 51,8 тысяч тонн. Помимо этого район занимается производством мяса скота. В связи с вводом в эксплуатацию крупного свинокомплекса ООО «Тамбовский Викон» поголовье свиней увеличилось на 48% и составило 305 тысяч голов. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» Важным стратегическим приоритетом, определяющим устойчивое развитие экономики района, является развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание администрации района уделяется имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства. Не остался в стороне и национальный проект «Экология». С 2019 года началась реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Также проводится большая работа по очистке берегов и прилегающей территории, обетового мусора, санитарная уборка с привлечением жителей района, забег «Беги со смыслом» и акции по сбору мусора в школах и колледжах. В акции приняли участие 308 человек. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Большое внимание уделяется проблеме дорог в Жеревском районе. В 2019 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог «Визовое», «Алексеевка», «Бокино», «Паново-Кусты», подъезд к селу Павлодар, участок дороги улицы Леонова до границы Воронежской области, устройство тротуаров по улице Некрасова, улице Рабочей и Интернациональной. Последним был рассмотрен национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В 2019 году отремонтировано 10 многоквартирных домов на общую сумму 8 миллионов рублей. В рамках данного проекта с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов на сумму 6,3 миллиона рублей привели в порядок 3 общественные территории и 4 дворовые. В 2020 году еще 5 территорий обретут современный и привлекательный вид. Также в 2019 году установлен памятный знак «Чернобыльцам», посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС по улице Тухачевского с культурой матери на общественной территории улицы Парковой. Результаты работы по богоустройству заметны и радуют. Улицы стали чище, дворовые территории прибраны, преобразовался ряд общественных мест, появились зоны отдыха и организованы игровые площадки детского досуга. Редактор субтитров А.Семкин